Здравствуйте, мои друзья, мои подписчики и гости моего канала! 4 августа 2019 года в Москве умер известный шансонье, автор-исполнитель собственных песен, поэт-песенник, композитор Вилли Иванович Токарев. Ранее я подробно о нем рассказывала, не буду повторяться. В конце этого видео будет ссылка, по которой вы сможете пройти и увидеть, какая ранее была могила у певца и о нем самом. Мне мой подписчик сообщил, что на могиле у Вилли Токарева ведутся работы по установке памятника. И я сюда приехала и вас с собой приглашаю. Идем вот такой вот извилистой дорогой. Могила находится практически в глубине 17-го участка. И вот мы подошли. Ведутся работы по установке памятника. Да. Здесь вот такой вот постамент, наверное, в виде сцены. Портрет и цветы. Крест убрали. Обычно крест оставляют, не знаю, куда дели. Нету креста. Рядом вот такие вот могилы. Я же говорю, мы где-то в глубине кладбища. Вот такое окружение. Вот сюда захоронили Вилли Токарева. Не нашлось ему более лучшего места. Через несколько дней я еще раз сюда пришла. Какие-то дополнительные работы я не увидела. Ничего вроде бы не сделали. Зато есть свежие цветы. Видимо, приходили поклонники. Свежие розы. Дождь был мокрый, сырый, влажный. Зажгу свечу церковную. Зажженная церковная свеча символизирует союз человека с Богом. Наши с вами молитвы и просто добрые памятные слова услышит не только Бог, но и душа усопшего. Может, он же в Америке был? Ну что, в Америке. Он в 90-м году приезжал, в Лужниках давал пять концертов, шестой благотворительный афганцем. Я к тому, что он тут. Вы тоже певец. Не так долго и жил тут. Певец. Я весь шансон знаю. Весь. У меня Миша круг другом был. А как вы с Вилли-то познакомились? Приехал в 90-м году в Лужнике. И все. У меня дома. Вилли Иванович мой уважаемый человек. У меня все дома два альбома. За 29 лет я фотографировался. Но поклонников-то у него много. А вы сказали друг. Это нечто другое. А? Друг. Как вы с ним? Я не стал брать фотографии. Не стал фотографии. У меня очень много фотографий. Все эти альбомы я не хочу просто таскать. У меня вот достаточно. Достаточно, что я вот покажу и все. Вот. Пожалуйста. Так. Вот Вилли Иванович. Пожалуйста. Вот он. Миша, ты настоящий друг Вилли. Угу. Хорошо. Вы сами играете, поете что-либо. Или написаете? Я спортсмен. Футбол, хоккей. Все. А в шансоне я все мои друзья. Любого назови. Любого буквально. А я играю. Я гитарист. Гитарист? Ага. Я ищу. Шансон с 99-го года была. В Олимпийском была звездная пурга. В 2000 году с этого начинается русский шансон. Вот уже сколько лет. Пожалуйста, да. Кто ушел из шансона? Все мои вот эти друзья. И Борис Ичкин ушел, Токарев ушел, Катя Огонек ушла, Толя Днепров ушел из жизни, Слава Бабков ушел, Юрка Алмазов ушел, Слава Бабков ушел, Стас Волков с Лесоповалов. Все мои друзья. Вилли Иванович, мне лично. Это вторая подъема. Он мне сказал. Я хотел дать концерт. Хотел дать концерт. Нет, и все. Я к тому, что сейчас как бы... Ему никто не давал. Нету новых имен. Где молодежь? Где? Ему 90 лет бы исполнилось бы. Вот 11 ноября. Кому? Ему день рождения у него будет. Это день памяти у него. 11? Он с 34-го года. Вот 90 лет ему. Будет сейчас. Ну будет в ноябре. Я приду. 11 приходи. Долго ставь. Я же их всех знаю. Эту иную знаю. Вопрос, эти сиропы, видимо, от родни, да? Нет, они бывают позже приходят. Они бывают пол, второго, два. Смотрите. Им стыдно показывать. Я приезжаю сюда. В том году я их застал. Примерно было час дня. Примерно. Будет штатная граница. Не знаю, что будет. Что у них. Как говорят. Он оставил миллиона. Ты знаешь, сколько он там оставил? У него и в Сочи осталась квартира. Он купил. У Миши Пуговкина эту дачу в Сочи. Я к нему ездил на Катеринскую набережную. Вон, Высотка. Он там жил. Вилли Иванович. В последнем подъезде. А у Градского картина не лучше. У Градского картина не лучше. Ну, у Градского я не был его поклонником. 23-й регион. Регион Хутор Чернышевка. Чернышева. Он там родился. У него мама там и папа похоронен. Получается, что мой земляк. Я из Тимошевска. Я родился в Тимошевске. Это кубанский казак. Ну, ты подумай, поговори. Кубанский казак. Ну, ты посмотри. Ну, конечно. Вот я не знал. Спасибо. Ну, посмотри, куда они его воткнули. Эти шакалы, а. А я спешил. Все карточки и деньги. Вышел, прицел вообще без ничего. Они его воткнули сюда. Потому что здесь бесплатно. Бесплатно. Таганские все. Не стали на троекуровки. Нигде они не стали. Его место на Ваганьках? Был бы Иосиф Давидович Кобзон. Он бы его на видном кладбище. На Ваганьках? Кобзон знаешь, кому помог? На Ваганьках кого похоронил. Высоцкого. Высоцкого первого. Он достал кипево. Да, да, да. Директора сняли. Вот. Он говорит, никаких денег. А кому еще помог? Я могу тебе сказать. Юрий Гуляев там похоронен. Он сделал. Лев Ещенко. Все там были друзья. Михаил Исаевич Станевич, которого я знаю с 99-го года. Это все он. Благодаря его. Он и депутат. Его уважали. Говорили про него. Там еще тоже помог, значит. Да я с ним знаком. У меня фотографии с ними есть. Я просто не знал. Спасибо. И он приехал с 90-го. Он сначала в Америке был. Он приезжал, давал концерты. А потом он приехал, да. Я у него везде был. Где я у него на всех концертах был. Студентами по общакам, по дворам, девкам пел, песни пели. Как и Высоцкого пели на гитарах. У него тысяча произведений. Все написал он лично. Он автор и исполнитель. Мы столько и не знаем. У него установка. Я его пел. Аранжировку он сам лично писал ко всем произведениям. Вот он выходит на сцену, выступает. На сцене бас. Бас сам и бас. Бер гитары. То, что Вилли говорил. Смотрите, вопрос. На чем он играл? Он всегда на сцене бедный инструмент. На чем он играл сам? Вот слушай. Слушай, что я тебе хочу сказать. Дом художника. Есть такой парк культуры. Там проходишь. Дом художника. Там концерт он давал. Он вышел. У него черный вот такой до колена. Короткий такой. Он не сильно плачет. Такой мантон у него. А здесь у Юлия сидим на трибуне. И он многим прямо говорил. За границей. Фильм снимают. Нужно какую-нибудь... У него же музыкальных много произведений. Аранжировку. Ему звонят и говорят. Вилли Иванович, с вашего разрешения мор. Вы не возражаете, если вот мы поставим ваше произведение. Говорит. Не возражаю. Делается контракт. Он говорит. Платят столько. В России за год столько не заработаешь. А там за одно внимание. За одну аранжировку. За произведение. В фильме поставить музыкальное сопровождение. Он с акцентом говорил. Миша, Миша. А что ты хочешь? Я говорю. Ну у меня хобби. Я люблю ремни. Ремни кожаные. И часы. Он мне думает, что все мне сделало. А я монеты собираю. О, я собирал. Я потом все отдал. Все. Он мне лично подарил черный кожаный ремень. Который он носил. Нет. Мне передали это Инна. Около театра на Таганке. Они же в высотке там живут. Котельницкая набережная. Подписал там что-нибудь? У меня там все подписано. Я тебе сейчас скажу. Он мне не только ремень подарил. Часы. На кнопку нажимаешь. Голубой циферблат. Типа как позолоченный. С цепью такой. И там охота на привале. Есть такая знаменитая картина. Здесь они сидят. Охотники. Есть такая картина. Часы мне вот эти карманные. Обалденные. Он мне подарил. Ремень мне он подарил. И книги о Высоцком. Я же поклонник Высоцкого. Шапутинский там. Люба Успенская. Слава Медянник. Все они туда уехали. Не было здесь возможности. За что дали Александру Новику 10 лет? Саша Новику. Ну он это все делал. Ему червони сдавали. Он же. Они делали свою самодельную там этому. Аппаратуру и все. Вот так. А за что-то они еще дали срок. Забыл уже. Знаешь за что? Он адресированный был. Помню, помню. Он сказал так. В Германии хорошие дороги, а у нас. И про него кто-то клеветов, вот этих клеветников много. Взяли и шепнули он. А курил до самой смерти, да? Да, ну он так увлекался. Есть клубы специальные, где сигары собираются, они курят сигары. Но я не спрашивал у него. Он мне подарил сигару. Его больше вспоминаем, его дети. Ну да, ну конечно. Вера снимайте. Там что, про... Я не блогер, нет, я чисто любитель. Мне просто интересно. Ну а у меня знает какую-нибудь. У меня везде много было эпизодов. И в шансоне такие моменты там. А с Вилей, Вилей. Да Вилей, он мне много. Я не хочу все это говорить. Мы с ним по телефону общались. И все, что угодно. И так на концерте. Он мне всегда, всегда оставлял билеты. Я подходил и все. Прям к кассиру. Яр Вилей Иванович. Оставил два билета для меня и для сына. Да, вот два билета. В Олимпийском тогда тоже. Звездный пурга, шансон. А потом ребята вышли в шансона. Вышли там ко мне. Саня Звенцов, я с ним шел. Там 40 человек выступали. Вот, на Звездный пурге. Да, и Виле там тоже выступил. Два билета было тоже. У охраны подошли. Яр Виле Иванович. У меня два билета оставил. Для меня и для сына. Все о нем говорят. Это человек души и совести был. Что-то готовится, да? Нет. В общем, на день смерти 4 августа памятника еще нет. Но у нас есть еще одна дата. 11 ноября. Будем ждать. Придем 11 ноября. Всем во всего доброго. Всем пока-пока и берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...